Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Ну, я хотел бы напомнить, да, дефиницию опухолевого микрокружения, что оно из себя представляет. Понятно, что опухолевый узел – это не просто набор опухолевых клеток, то есть кроме опухолевых клеток есть окружающих элементы. Это иммунные клетки, это стромы и сосуды. И, собственно, вот эти вот элементы считаются как раз микрокружением. Но стоит помнить о том, что в некоторых опухолях бывают и мутации, выявленные в компонентах микрокружения. То есть это не всегда такие уж не клональные компоненты опухоли на самом деле. Но, тем не менее, морфологически мы можем их отличить от опухолевых клеток. Ну, собственно, да, вот то, о чем я сказал. Есть иммунные компоненты микрокружения, есть стромальные клетки, кровеносные сосуды. Классическая лимфома Ходжкина в этом смысле является уникальной опухолью, потому что вот то, что здесь вы видите, обведено синим цветом – это опухолевые клетки. Все остальное – там малые лимфоциты, и зенофилы – это микрокружение. Причем это не остатки от лимфоузла, а это, собственно, компоненты, которые опухоль сама под себя выстраивает. И таким образом они, наоборот, поддерживают ее жизнеспособность. Поэтому на примере Ходжкина это, наверное, изучать наиболее интересно. Я скажу о некоторых компонентах только лимфомы Ходжкина, поскольку, в общем, говорить об этом можно почти бесконечно. Эузенофильные гранулоциты, в общем, вполне известный компонент. У этих пациентов даже эузенофили в перифилической крови иногда может быть. Но если мы посмотрим с вами обзор литературы, то мы убедимся в том, что исследований-то, посвященных именно эузенофилам в опухолевой ткани, достаточно мало. Там примерно три статьи, все они достаточно старые. Немножко позднее скажу, с чем это, скорее всего, связано. Но то, что мы знаем, то, что высокий уровень эузенофильной инфильтрации коррелирует с неблагоприятным прогнозом. CD4-лимфоциты – это самый главный участник микроокружения в лимфоме Ходжкина. Это хелперы первого и второго типа. Вот здесь на иммуногистохимии вот эти коричневые клетки, которые окружают опухолевые, собственно, ими и являются. И таким образом они экранируют опухолевые клетки и поддерживают их рост. Ну и стоит также отметить, что даже Т-хелперы первого типа, по некоторым литературным данным, несмотря на то, что они синтезируют опухоль-некротический фактор, который, по идее, должен приводить к некрозу опухоли, в случае лимфомы Ходжкина, наоборот, усиливает рост опухоли. То есть опухоль отвечает на него так, как считает нужным. Ну и, конечно, Т-регуляторные клетки, которые являются иммуносупрессивными, наиболее интересная для нас популяция, поскольку они, наоборот, не борются с опухолью, а увеличивают ее рост. CD8-лимфоциты – это цитотоксические клетки, которые намного более, как бы сказать, для нас в этом смысле интересны, потому что они как раз подавляют рост опухоли, но они, как правило, малочислены в лимфоме Ходжкина. И вот, собственно, вот эти коричневые клеточки, которые изображены на слайде – это все, что обычно мы видим в таких случаях. Ну и также, если посмотреть обзоры литературы на тему CD8-клеток в ткани лимфомы Ходжкина, тоже можно обратить внимание, что этих данных очень мало. И работа, которая представлена на слайде, в принципе, была проведена на гомогенате лимфоузлов с лимфомы Ходжкина, а не путем иммуногистохимического исследования, как было показано на предыдущем слайде. А плазмоциты? Плазмоциты тоже, в общем, категория, которая очень мало освещена в литературе, но есть работы, которые показывают неблагоприятную зависимость прогноза и, соответственно, плазмоцитарной инфильтрации в лимфоме Ходжкина. Правда, не совсем понятно, что это. То есть это такие агрессивные формы лимфомы Ходжкина привлекают к себе плазмоциты путем выделения цитокинов. И, кстати, эти цитокины, собственно, и обуславливают б-симптомы, о которых сказано на слайде. Либо все-таки как-то плазмоциты поддерживают опухоль, что вообще трудно себе представить, потому что, казалось бы, они должны синтезировать маломальские противоопухолевые антитела. Ну, как можно определить вообще характеристики микроокружения в рутине? И, собственно, опыт нашей лаборатории, Венмитс Петрова, мы пытались как раз как-то рутинным методом к этому подойти для того, чтобы потом попытаться найти какое-то практическое применение в обычной патологоанатомической практике. Можно посчитать количество иммунных клеток, но, понятно, тут вопрос единицы измерения, что более объективно, либо штуки, либо процент, либо площадь. Штуки считать очень тяжело в некоторых случаях, когда клетки многочисленные, процент. Визуально аналоговая шкала позволяет определять легче. Ну, сосуды можно померить. Площадь, занимаемую сосудами, но в лимфоме Ходжкина это в меньшей степени актуально. А вот площадь, занимаемая стромой, вполне известный параметр, потому что мы прекрасно знаем, что в модулярном склерозе, например, есть склероз, но склероза намного меньше, чем в варианте с лимфоидным истощением. То есть, вполне склероз и его площадь коррелируют с прогностическими факторами. Ну, вот множество самых разных молекул, которые могут иммуногистохимически маркировать вот эти компоненты, которые мы выбираем для анализа. И самая большая проблема, с которой столкнулись, например, мы, это как выбрать удобные подходящие молекулы, которые не то, что будет нормально, можно оценивать в практике, а которые будут вообще с чем-то коррелировать. Список огромный. Вот, как вы видите, это линейность опухоленфильтрирующих лимфоцитов, да? То есть, B, T-лимфоциты, NK-клетки. Это активационные молекулы, которые дальше подразделяют, ну, уже какой-то подтип лимфоцитов на субтипы. Макрофаги тоже, видите, панмакрофагальный маркер CD-68 или маркер макрофага второго типа, который обладает иммуносупрессивным действием, это CD-163. Фолликулярные дендритные клетки сосуды. То есть, большая проблема, какие маркеры выбрать. Еще одна проблема огромная, которая у нас есть, она особенно специфична для лимфом, в отличие от других опухолей, в которых сейчас изучается микроокружение. Это остатки резидуальной лимфоидной ткани. Проблема, на самом деле, очень серьезная. Вот эта красная клеточка, это клетка, которая расположена на границе нормального фолликула, обведенного синим цветом, и уже там вот ниже на слайде перестроенной лимфоидной ткани. Вы видите, одна лимфоидная ткань плавно переходит в другую. То есть, погрешность резко возрастает при оценке микроокружения. Это реально объективная проблема. Где считать? При этом есть, например, случаи лимфомы Ходжкина, когда практически не происходит перестройки нормальной лимфоидной ткани. То есть, Ходжкинские клетки дискретно расположены в области мантийной зоны. И совершенно не обязательно, что у этого пациента произойдет полная перестройка лимфоидной ткани. То есть, как нам совсем игнорировать такие случаи или нет? То есть, открытых вопросов, к сожалению, реально очень много. Ну, вот цель, которую мы поставили перед собой, это, собственно, исследовать взаимосвязь характера микроокружения в лимфоме Ходжкина классической и прогностических характеристик. У нас есть несколько разных групп пациентов. Первое, что мы успели сделать, это группа пациентов, которым была проведена логичная трансплантация стволовых кроветворных клеток. И на этой группе мы, в общем, посмотрели, попытались найти прогностическую значимость характеристик микроокружения. Ну, методика работы. Понятно, это иммуногистохимическое исследование, как я уже сказал. Обычный, рутинный диаминобензидиновый метод. Мы выбрали четыре вот эти молекулы, представленные на слайде CD38, которые характеризуют как плазмоциты, так и активированные клетки, в том числе Т-клетки. CD138, который маркирует плазмоциты. FOXP3, который маркирует иммуносопрусивные лимфоциты. И CD8, который маркирует как раз наоборот цитотоксические лимфоциты. То есть, ну, такая небольшая панель, но, как видите, она разнородная. То есть, она маркирует противоположные по функции клетки. Ну, собственно, понятно, к методике относится оценка количества этих самых компонентов. И кроме лимфоцитов мы решили еще оценить опухоли, инфильтрирующие зенофильные гранулоциты, потому что работ этих было очень мало. Мы решили какой-то свой опыт приобрести. Ну, и оценить, в общем, такие параметры, как, например, прогрессирование и выживаемость после проведенной аутотрансплантации. Ну, какие могут быть проблемы? Пожалуйста, зенофильные гранулоциты. Вот на стрелке показан нейтрофильный гранулоцит, а зенофильные более малиновые на слайде. Друг от друга отличаются с трудом. То есть, человеческий глаз это сделать может, но с большой погрешностью. Дать это оценивать прибору еще более затруднительно. Ну, вот, пожалуйста, здесь еще один слайд, да, где у нас масса гранулоцитов в перемешку зенофила с нейтрофилами. Как их подразделить между собой? Погрешность будет большая, но прибор это тем более не сделает. Или опухолевая гетерогенность. Это еще одна проблема, совершенно огромная, причем по всем пунктам, как по зенофилам, так и по подтипам лимфоцитов. Вот эти две картинки у одного пациента буквально в одном куске лимфоузла. На одной части у зенофилов практически нет, там, где желтая стрелочка, а на другой картинке у зенофилов, ну, там, порядка 25 штук. То есть, приходится оценивать огромный объем опухолей, тратить на это кучу времени. Ну, вот такая еще очередная проблема. Дальше выбор других маркеров. Стат-6, например, да, который характеризует определенные по типу Т-лимфоцитов. Почти базовая экспрессия имеется во всех лимфоцитах, слабая, гранулярная. Ну, на мой взгляд, я думаю, вы со мной согласитесь, глядя на эту картинку, становится явным, что оценить процент экспрессирующих клеток позитивных практически невозможно. Даже несмотря на вот такое лесное изображение, здесь он маркирует опухолевые клетки, это позволяет иногда дифференцировать лимфому Ходжкина от других лимфом, и, казалось бы, можно найти у него вторую функцию, но нет, оценить это просто невозможно на микроокружении. Ну, стат-3, пожалуйста, то же самое. То есть опухолевые, то есть, прошу прощения, не опухолевые, а наоборот, микроокружение, да, которое окружает опухолевые клетки, имеет практически везде слабую экспрессию, немножко различающуюся по интенсивности. Достоверность будет крайне низкая. Фокс-П1, ну, примерно то же самое, да, то есть слабо окрашенные клетки, да, оценить будет тяжело. А вот как раз более интенсивная окрашенная зона – это резидуальный фолликул нормальный, который надо еще умудриться вычесть из подсчета. Фокс-П3 в этом смысле получше, вы видите. Интенсивные клетки можно посчитать, поэтому мы выбрали этот маркер. Ну, CD8, тут проблема гетерогенности, видите, тоже у одного и того же пациента в одном месте много, в другом месте мало. И CD138, примерно такая же картина, в одном месте много, в другом мало. CD38, вот это, да, интересный маркер, интенсивно он маркирует плазмоциты, а более слабая экспрессия – это, собственно говоря, Т-лимфоциты активированные. Ну, вот видите, на этом слайде действительно говорит о том, что в некоторых случаях он интенсивно экспрессируется везде, а в каких-то случаях он экспрессируется в небольшом проценте клеток, слабо. То есть, может быть, это будет для нас прогностически интересно. А теперь, что касается результатов. А вот результаты нас насторожили и озаботили еще больше, потому что, вот если посмотреть, например, на наличие прогрессирования после трансплантации по всем этим пяти показателям и посмотреть на P-value, то оно, мягко скажем, далеко от необходимого нам уровня значимости, как вы понимаете. То есть тут мы не получили никакой статистически достоверной разницы между группами, те, у которых была прогрессия, и у кого не было прогрессии. Ну, вот примерно это же показано на диаграмме. Дальше мы посмотрели, у нас есть группа пациентов среди всех наших пациентов, которые пережили годовой рубеж после трансплантации, и те, которые не пережили. То же самое, посмотрели указанные пять показателей. P-value, как вы видите, огромный. Но, правда, здесь уже есть небольшая, действительно слабая тенденция к закономерности. То есть чем FOX-P3 больше, тем прогноз хуже. Чем CD8-клеток больше, тем прогноз лучше. По эузенофилам наоборот. Чем их больше, тем хуже. Ну, вот это представлено, собственно говоря, на диаграмме. Вот. Ну и посмотрели мы, собственно говоря, корреляцию выживаемости с микроокружением. Это, в общем-то, корреляция Пирсона. У нас появилась более или менее слабая корреляция по FOX-P3. То есть чем больше у нас иммуносупрессивных клеток FOX-P3 интенсивно-позитивных, тем выживаемость была ниже. Вот, собственно, это немножко более наглядно видно на этой диаграмме. Но, к сожалению, P-value-то опять статистически незначимый. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что либо проблема в методике подсчета, либо проблема в небольшой выборке, либо в том, что такая опухолевая гетерогенность. То есть мы смотрим один лимфоузел, а у пациента пораженных 10 лимфоузлов. Но мы же не можем смотреть все 10 лимфоузлов. В общем, это очень сильно настораживает. И, в принципе, с одной стороны, объясняет, почему некоторых работ, посвященных определенным, как бы сказать, компонентам микроокружения, мало. Ну, то есть, например, микрофагам посвящено много работ. А вот, например, плазмоцитам и CD8-позитивных клеток мало. Причем вот то, что я говорил о CD8-позитивных клетках, там работа была проведена на гомогенате лимфоузла. То есть у них такой проблемы у следователей не стояло. Взяли лимфоузел, измельчили, сделали проточное фенотипирование, получили что-то. То есть это проблема вообще. Как это внедрить в рутинную практику, пока тяжело. У нас, конечно, еще несколько будет групп пациентов, и одна из них будет, это не вообще предлеченные пациенты, то есть, которым никакой терапии не проведено. Может быть, там мы получим более статистически значимые показатели. Но, тем не менее, это реально проблема. Ну, в общем, последнее, что я хотел бы сказать, такой, как бы сказать, посыл. Несмотря на то, что нам пока очень тяжело реально статистически скоррелировать показатели микроокружения, которые, то, что влияет, то точно на опухоль, потому что его много, и мы знаем хорошо о биологической функции этих клеток. Но, несмотря на это, у нас есть некоторые потенциальные мишени. Да, то есть это CD38, на которой есть Даратому МАП, нам хорошо известный. Ну, вот на FOX-P3 есть работы, правда, пока не на людях, а на, в общем, лабораторных животных по ингибированию FOX-P3. Это, в общем, хорошая история. Вот. Вот. И вопросы методологии крайне для нас важны в исследовании микроокружения, те, кто хочет этим заниматься. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...